У вас есть ощущение, что всё-таки наше кино возрождается? Вы знаете, я в Нике, в Академии, член этой Академии, поэтому я смотрю, стараюсь смотреть все фильмы, которые номинируются. Ну, в основном, что меня радует, что уходит кино, вот это грязное, черночное, а есть кино, человек выживает в дикой природе, в страшных обстоятельствах, то есть личность, которая способна бороться и способна выжить. Видимо, к этому сейчас весь кинематограф стремится, если Ди Каприо выживет. Я не видела эту картину и посмотрю, но у нас замечательные картины «Территория», «Находка», и там прекрасный у Сумов «Находка». Вот это позитивно, и снимаются хорошо картины, режиссёрски хорошо, какой-то новый язык, вот этот монтаж, такой новый, нам непривычный. Когда смотришь наше старое кино, то радостнее. А может быть, потому что мы уже взрослые, и мозги не перестроены. Но вот новое кино, снятое молодыми режиссёрами, вот такое быстрое кино, вот такое, за которым нужно успевать, оно хорошее тоже. Так что я не могу сказать, возрождаются, возрождаются убитые, к сожалению, вот эти все службы, кинослужбы. Нет школ, гримеров, этого нет. Раньше это такое ремесло было, в хорошем смысле слово ремесло. И консультантов нет. Ничего этого, да, и консультантов нет. Я помню, как с нами работали. Это всё так важно. А сейчас, к сожалению, ну что поделать, мы живём. Надо бороться, стараться, бороться, сопротивляться, тормозить хорошее, впитывать. А может на вопрос, да? Дарья Ивановна, вот Говорухин, ваш друг, он очень активно политикой занимается, просто очень активно. А вас нигде, никак, никогда. Вот сейчас выборы, вы принципиально, а не никуда? Можно сохранять. Во-первых, я ничего не понимаю и не хочу понимать. Для этого нужно быть таким человеком, который бы стремился и хотел занять какую-то позицию. Я никогда не была ни консортом, ни лидером в какой-нибудь группе, игре или, если это спорт, в спорте. Есть люди-лидеры по своей природе. Я не лидер. Можно вопрос? Лариса, я хотела бы вам задать вопрос о Герасимове. Расскажите, как снималась сцена, вот та, начиная в фильме «Дочки матери». И вообще, что осталось в памяти, самое главное? Во-первых, Герасимов был всё время занят съёмками. И всё время был занят, он был государственным таким человеком, он был депутатом, у него было много государственных дел, много поездок. Поэтому мы его видели не так часто. И с нами была Тамара Фёдоровна, слава Богу, и подмастерье. А с ним встречались на съёмочной площадке, но он репетировал. И вот эти репетиции были необыкновенной школой. Потому что он, репетируя, давал тебе такую жизнь, такую помощь, подпорку. И такую неявную, но которая тебе потом помогала и служила. А вот вы действительно фантастически выглядите. Всё-таки это такой внутренний адресур, а какая-то дисциплина жёсткая, или это очень серьёзная диета, или природа такая? Я сейчас пащусь. И поэтому, когда мы сегодня принесли горшочек гречневой каши с мясом, я прямо так хотела съесть. Но выила гречневую кашу, спасибо, был грибной суп, и какая-то самая из овощей и солянкой, я держусь, пащусь. А потом я приехала после тяжелейших гастролей, ночью приехала с недельных гастролей, где были переезды каждый день по 5-6 часов на машине, потом ты играешь в спектакль. Поэтому я не знаю, почему и как я буду уже сейчас. На сцене собираешься. А вот сейчас села туфля с ней ласка на каблуках. А дочка вас у чем занимается? Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что с гастролей вернулись, и здесь нам надо предложение провести встречу от Киргиз. Понятно, что спектакль это одно, кино это другое, а вот такие встречи для вас? Вот это встреча первая. Есть актеры, которые называются, так сказать, это называется творческая встреча. У меня таких нет. В основном это актеры, которые поют, вот они покажут маленькие, и поют себе. Я не пою, потому что я вон кусочек спела, я пою. И мне нечего делать. Просто так рассказывать это неинтересно. Это сегодня интересно? Нет, сегодня было интересно. Но я ничего не сделала, ничего не исполнила. Просто я так откровенно разговаривала со зрителями, которые меня слушали. И я, у меня есть стихи, которые я люблю, я думала, что я это почитаю. Но они не нужны были, они как-то не рождались. Был такое человеческое общение, диалог. Я как на родину приехала.